Высший Совет Юстиции Украины на своем заседании в понедельник 16 ноября не смог уволить крымских судей, которые после российской аннексии Крыма перепресягнули России и уже второй год выносят решение в отношении украинских граждан именем страны-оккупанта. На этом заседании должны были быть рассмотрены дела шестерых крымских судей, у которых завершился срок пребывания в должностях. Всего увольнению подлежат 278 крымских судей, которые подозреваются в государственной измене. В отношении 278 крымских судей генпрокуратуры составлены уведомления о подозрении в госизмене, а также представления об аресте. Установлено, что эти суди, вопреки украинскому законодательству и в нарушении присяги, выносят решение именем России. Притом, на протяжении почти всего прошлого года они скрепляли свои решения гербовой печатью Украины. Очевидно, есть нарушение закона и здравого смысла, и мы этот процесс начали. После нашего обращения в высшую квалиф-комиссию, они их вычленили, этих судей, вычленили тех, кто не перешел на российскую сторону, а потом подали документы уже в правоохранительные органы, которые подготовили пакет документов на их привлечение к уголовной ответственности. Сергей Лещенко вместе с помощником уже несколько месяцев добиваются увольнения судей-предателей и привлечения их к уголовной ответственности, направляя депутатские запросы во все профильные инстанции. Высший совет юстиции на своем заседании в понедельник должен был рассмотреть вопрос увольнения первых шестерых крымских судей в связи с окончанием срока их пребывания в должностях. Однако решение принято не было. В высшем совете юстиции службе новостей «Волна» пояснили, что увольнение служителей «Эфемиды» возможно только по представлению высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое они пока не получили. В высшей квалификационной комиссии судей, в свою очередь, уверяют, что рекомендацию об увольнении крымских судей-предателей они приняли еще 10 ноября и направили документ в высший совет юстиции.